Басит Хаунда из Великобритании Сам владельцы его питомец обходятся со своими знаменитыми ушами, которые, кстати, застрахованы на 45 тысяч долларов, не очень-то бережно. Все самое интересное о собаках в программе Элита. В питомнике Александрова Слобода, где мы сегодня побываем, живут чемпионы. Кавказская овчарка по имени Женьшень, например, совсем недавно стал чемпионом Европы. На выставке были представлены 80 собак из 12 стран. Впрочем, это далеко не единственный титулованный житель питомника. Есть здесь и чемпионы мира. Первая собака породы Кавказской овчарки появилась у Василия Маркова еще в 1984 году. Впечатление медведя, зверя, огромной такой свирепой собаки, своенравной, очень серьезной, диковатой, наверное, немного. А история у нее такая. Этой породе более двух тысяч лет развивалась она в естественных условиях методами народной селекции в качестве помощников чабанам по охране стад от хищников. Порода сформирована в очень жестких естественных условиях, при жесточайшем естественном отборе. То есть выживали лучше, выживали сильнейшие, наиболее крупные, наиболее подходящие для борьбы с хищниками, волкодав. За 20 лет Василий узнал об этих собаках почти все. Кавказская овчарка – мощная, сильная и выносливая собака. Злобность, настороженность, остро развитый слух, хорошее зрение, непривердливость к пище, наличие густой шерсти. Все это позволяет использовать собаку без особых материальных затрат для караульно-сторжевой службы. Вообще эта порода не для дилетантов. То есть желательно, кто берет кавказскую овчарку, чтобы имели какой-то опыт работы с собаками, чтобы хоть как-то с ней управлять. Потому что ее жестко надо подчинять. Собаки обязательно, в мое понимание, эти породы должны делом заниматься. То есть в данном случае они охраняют, по крайней мере, объекты. Долгое время собак породы кавказской овчарки отбирали по уровню злобы и агрессивности. В разведение пускали самых безбашенных. Казалось, именно такие нужны для охраны объектов. Но в 80-е годы, когда эти собаки стали попадать в частные руки, психически неравновешенные псы перестали котироваться. Правда, заводчикам пришлось потратить немало времени и сил на то, чтобы изменить психику кавказца. Сейчас наоборот они слишком добрые становятся. Тоже нехорошо. Надо золотую середину искать, чтобы собака была нормальная, чтобы она совершенно адекватна к своим хозяевам, к детям в любом случае. Но в то же время, чтобы на посторонних она реагировала. Прежде чем заводить такую серьезную собаку, необходимо подумать, сможете ли вы обеспечить ей нормальные условия существования, в которых она имела бы достаточную физическую нагрузку и на протяжении всей жизни сохранила бы физическое и психическое здоровье. Говоря об условиях существования, не стоит думать, что главными требованиями являются тепло или особое питание. Даже щенки могут спать на улице зимой, не говоря о взрослых особях, легко приспосабливающихся к внешним условиям. Что же до кормления, то Василий, например, предпочитает кашу и мясо. Сухой же корм используют нечасто, когда едет на выставку или в форс-мажорных ситуациях. Если у вас создалось впечатление, что кавказец – зверь, не способный на тонкие чувства, вы глубоко ошибаетесь. Ольга, например, обязана этим собакам жизнью. Ее пес защитил вовсе не от уличных хулиганов. Было плохо ночью, и чтобы никого не беспокоить, ушла в ванную, упал зла, вернее. Уползла в ванную, и просто кавказец, очень злой кавказец, очень агрессивный. Он в этот момент находился на балконе, закрытый. Было зимой дело. И он просто стал выйти и выносить двери в квартиру. От этого проснулась мама. Мама пошла выпустила его, не понимая, что происходит. А он просто бросился на ванную комнату вносить двери в ванне, где находилась я. Мамы потом выяснили, что я там нахожусь. Выломали дверь и вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи, этот мальчик, он просто даже не пошел на звонок, не лаял, не бросался. И когда мама сказала, пошли закрываться, он очень спокойно, послушно пошел, ни разу не гавкнул. Он прекрасно знал, что меня забирают. Ну, в принципе, ему я обязана, что я сейчас с вами беседую. Владелец кавказской овчарки сам должен быть силен физически, смелый, решителен. Но в то же время он должен по-настоящему любить собаку. И тогда кавказская овчарка будет приносить ему и окружающим только пользу и радость. В питомнике Александрова Слобода помимо кавказцев живут еще и среднеазиатские овчарки. Тоже очень именитые и титулованные. Они, как и кавказцы, превосходные охранники. И выбирая ту или иную породу, вам придется руководствоваться только собственным вкусом. Ну, а профессионалы обязательно посоветуют и помогут вырастить здоровых собак и надежных помощников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА